Чё как, с вами Камрад. Весной прошлого года в сети появился трейлер к короткометражке по зарубежному комиксу Лака Дейзи. Причём участие в создании всей ленты принимает непосредственно сам автор этого комикса. И исходя из этой подноготной, почему бы нам кратко не пробежаться по истории создания этого комикса? Лака Дейзи — это авторский веб-комикс Трейси Батлер про антропоморфных котиков, достающих нелегально спиртные напитки для одноимённого заведения. За основу было взято событие из американской истории прошлого столетия. В 1920-е годы в Штатах был принят сухой закон, ограничивающий производство, продажу и распространение алкоголя. Соблюдать сей запрет гражданам, да и банально любителям спиртных напитков, было крайне не тяжело. И на этой почве появились бутлегеры, достающие из-под полы спирт на свой страх и риск. По сюжету комикса владелец тогда ещё кафе Литл Дейзи незадолго до своей внезапной смерти решается открыть подпольный спикизи для продажи алкоголя. А под заведением из известняковых пещер были пробиты сети лабиринтов, по путям которых в одних случаях посетители, имеющие булавку у трифловой масти, попадали в заведение, а под ликеры доставляли заветную контрабанду. Доставка спирта поступала без особых препятствий, и само заведение стало самым посещаемым местом в Сент-Луисе. Персонажи комикса перекочевали из жизни, ведь прообразами героев стали её домашние коты. В 2005 году стали появляться ещё пробные текстовые работы, фанфики и первые комикс-стрипы. Лишь позднее первые страницы были оцифрованы, и последующие выпуски стали создаваться в графических редакторах. Рисуется комикс в ретро-стилистике, банально из-за того, что в ранних выпусках создавать цвета автору было крайне проблематично. Благодаря эффекту сепи рисунки стали походить на старые фотографии тех лет, а стиль и детализация передаёт тёплый привет анимации Уолта Диснея и Дона Блута. После 90 страниц основной цветовой гаммой были бежевые, коричневые и белые цвета. Старые выпуски также подверглись такой же цветокоррекции перед дальнейшим переизданием. В 2007-2008 году комикс стал собирать награды по номинациям «Выдающийся чёрно-белый комикс», «Выдающийся художник» ну и так далее. А три года спустя комикс обрёл популярность на платформе Tumblr, и поныне страница до сих пор ведётся, и публикация новых страниц продолжается. В год выходили до 20 страниц выпуска. Но после введения цветокоррекции, цвета и теней, увы, сократилось до 6. Да, а вы как хотели, это вам не всё как у людей, о котором я рассказал годом ранее. Антураж вселенной комикса воистину пропитан духом бурных 20-х годов. Большое внимание было уделено изучению кинохроники, журналам и музыке. Даже Батлер, какое-то время прожив в Сент-Луисе, купила старинный дом для изучения его истории, и позже переключилась на историю района и закончила тем самым целым городом. Но есть и обратная сторона медали. Точнее, не самые хорошие явления тех же лет. Помимо нелегальной продажи спиртного, к ним добавляются появления мафиозных группировок, преступность и проституция. Граждане штатов тех лет не сразу осознавали, что всё меняется быстрыми темпами. Сознание людей сразу перестраиваться не могло. Если обратить внимание на её канал на ютубе, то сейчас можно найти много различных записей стримов, аниматиков грядущей ленты, как эта анимация вообще создаётся, а также игры и подкасты. Всё, что нам пока остаётся делать, так это ждать выхода новой озвучки от Hot Jazz Studio и самого мульта от Батлер и команды. Срок выхода объявлен на март 23-го года. Выражаю огромную благодарность ребятам из команды Hot Jazz Studio, благодаря им, которые имеют большую информацию о комиксе и послужило поводом для создания небольшого ознакомительного ролика с целью создания и расширения сообщества внутри России. К тому же Трейси Батлер дал добро на переводы выпусков для русскоязычной аудитории, и сейчас это официально второй язык у комикса. А ознакомиться с самим комиксом и озвучкой от Hot Jazz Studio вы можете по ссылкам в описании к ролику. Прямо настоятельно рекомендую это сделать, вы не пожалеете. Ну а на сегодня у меня это всё. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями. Вот такие дела, не скучайте.